а друзья вас приветствую мы с вами находимся в питере здесь константин мы заряжаем мы заряжаем мы заряжаем мы заряжаем позитивом все да если что кстати иметь ввиду это не оружие это все без лицензии это типа свето-шумовой так но в принципе у нас тема пойдет не об этом но ссылочка на оружие оставлю ну самый последний это конечно у тебя интеграция от бога слушай да давайте мы тут вторую гиф готовим и вот сегодня с костяном за завтра не второй а следующий ты неправильно позиционируешь с точки зрения маркетинга а все правильно да да так все будет знать что он второй а так просто следующий следующий да в нашей большой корпорации происходит следующий мы готовим следующий гиф да да и следующий гиф с константином я имею ввиду на мы у сегодня утром посоветовались кстати да все отлично посоветовались и решили подарить константин что автомобиль естественно причем стоп стоп это же хайповое видео очень ребят тема такая у автоспота новый сайт новые функции и канал на ютубе ты не забывай канал на ютубе но сейчас давайте немножко про автоспот как вы все помните это сайт подбора автомобиль новых автомобилей для того чтобы вам не ездить везде не искать вы просто садитесь чашечка кофе аккуратненько выбираете свой автомобиль выбираете город там расширилась кстати сетка там помимо санкт-петербурга и москвы теперь ты уже залазил городов да 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 добавила смотрите тут у нас новые дилеры все добавляется да 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 все поняли что это работает это выгодно и вот просто даже вот сейчас вот есть у вас время перейдите по ссылке и просто сравните цены автоспота то что вам предложат и вы зайдите к любому дилеру посадки и увидите свою выгоду она будет реально большая да и главное что она будет сразу по всем дилерам никогда не знаешь у кого какие акции у кого-то дилера есть акции у какого-то нет и ты ходишь по всему городу как чушка и обиваешь пороги пытаясь сразу залез посмотрел у кого топчик и все сразу тут же с вами связываются менеджеры и продает машину с этими всеми акциями 21 век все для вас все для нас и главное уметь экономить потому что это ваши деньги александр а где же ссылочек в описании с этого все мужики дети нет константин это сейчас был неправильно потому что ты до ты вставил патроник а все тогда все это взял уже давай автоматически стой погодь погодь и автоматически давай давай автоматики стой только погодь я хочу давайте щиты дичь давай это самое замедлено я хочу то ты В ту сторону уже будешь? Я, наверное, давай в ту сторону. Там все-таки стоит машина. Давай вот сюда, то есть, ребят, там ничего не вылетает. Автоматически. Автоматически? Да, да, да. Давай, только нажми прям до конца, все обоим. Да ладно. Сейчас погодь, стой, 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 стой. Задублился, пишем. И все, вот здесь все обоима, меньше секунды. Блин. Слушай, а что получилось? Все, погодь. Пипец! Ты видел? Костян, за ты свое лицо просто. За ты. Братва рвется к власти. Блин! Блин! Ну, в общем, ребят, мы решили... Я бы сказал, что одиночные мне больше заходят. Одиночные просто прикольные. А ты на автомате просто не понимаешь. Что происходит, да? У тебя все обоима. У тебя все обоима, да. Меньше секунды. Блин, в общем, дети, дети. А, про ГИФ. В общем, есть тема такая. Мы решили подарить первый автомобиль Константина. Он же первый, Кост, получается? Ну, как? Нет. Ну, наверное, восьмой. Не, ну, тот, который он больше всего у тебя, наверное. На Ютубе это первый автомобиль, с которым я пришел на Ютуб. То есть, это первый обзор. Фронтера это первый автомобиль, на который был сделан вообще обзор. Мною лично. Да-да, это где вы там что-то копали, да? Где копал Ильюша, да. Ильюша, копатель такой, прямо от Бога. В общем, Фронтера это автомобиль, который только у меня, по-моему, уже седьмой или восьмой год. Который был топлен, перевернул, я заснул за рулем и так далее. Сделан, в который откапитален полностью. Слушай, а сейчас в каком у него вообще состоянии? Сейчас в состоянии надо чуть-чуть разобраться с мотором. Причем реально чуть-чуть. Что-то типа там по балансирным валам. Ездит под моим отцом каждый день на протяжении уже, по-моему, месяцев трех без остановки. Ну, мне кажется, это будет такой, знаешь, подарок от тебя больше культовый, да? Ну, да, может быть. Потому что многим эта машина уже как родная, ну, в том числе и мне. Потому что немножечко, конечно, мне... Но автопарк все равно надо Константину разгружать. А мы сделаем так, чтобы он подарил вам, и при этом как бы не продал ее, и ему не будет стыдно. Ну, да, да. Но для хайповости мы добавим три питбайка. Три. Безусловно. Нам нужно охватить всю аудиторию. Дело в том, что Фронтера, понимаете, это автомобиль, который интересен аудитории 30-35, может быть, даже 40 лет. Это такой хороший внедорожничек для поездки на рыбалку. Да, да, да. Очень комфортный, причем у меня на кастомной подвеске. Ты не считаешь, сколько ты зарядил? Нет, я просто считаю... Вот этот последний, наверное, девятый. Ну, видимо, да. Так вот, поскольку нас смотрят не только люди 30-35 лет, и 40, и 40+, нас смотрят еще... Стоп, и потом просто вот тут сбоку нажимаешь вот эту штуку, и он заряжает сразу. Вот это вот, вниз, вниз. Вот, он сразу зарядил. На, еще уже сразу можно стрелять. Да, да, да. Да ты переключи-то! А почему он совсем автомат? Вот, 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 вот это уже! Красавчик! Так, а как сделать так, чтобы он не был заряжен теперь? В смысле? Просто аккуратненько спускай. Вот ты и на курок нажимаешь, и на это. Да, и пальцем отпускаешь, да. То есть он все равно заряжен, но на предохранитель, но как бы... На предохранитель, да. Да. Все, Константин умеет. Так вот, поскольку у нас смотрит аудитория не только 35-40 лет, но еще и молодая аудитория, поэтому было решено разыгрывать питбайки. Потому что питбайки как раз всегда интересно молодым, но не интересно взрослым. Слушай, на нем, причем ездить можно с любого возраста ездить. Но не по дорогам общего пользы. Да, а не потому что спортный винтаж считается. Да, да, да. По дорогам общего пользы... А, кстати, 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 вон у нас ребят на питбайках катаются. Да, да здесь постоянно все катаются. Здесь же рядом мототрек и прочее. Так что, чтобы у нас вся аудитория была охвачена, и школьники, и студенты, и прочие не понимали, зачем нам это фронтер, и это же пенсионерский джип. Я бы питбайк и себе взял бы, честно, офигенская штука. А мне питбайк не нужен, я бы фронтерик взял. Понятно. И добавим автохимию. Да, и автохимии для всех тех, кому не повезло. Ну такое тоже бывает, потому что розыгрыш это все-таки то место, где выигрывают не все, а единицы. Количество какое-то, а то ты сказал, для всех тех, кому не повезло, их 100 тысяч может быть. Да, их может быть 100 тысяч. Так вот, если вы не заняли там, грубо говоря, первое, второе или какие-то места по автомобилям или питбайкам, но вы можете войти в число, допустим, скольки человек. 15-20, я думаю, будет так. 15-20 человек, которому мы отгрузим химию. Ну по 5 тысяч как минимум, то есть наборы на 5 тысяч. Да, но призы жирные, то есть мы решили сделать не один флакончик каждому или там что-нибудь, да, там тюбик, допустим, утешительный. Я думаю, знаешь, как сделал, типа аля билет на 5 тысяч. В подарочный сертификат. Да, человек заходит, тыкает. В магазине АПРУВИД. Да, в магазине. Можете зайти и отовариться на эти 5К, и вам приедет доставочка как обычно. Только платить за нее не надо. Да, отправим, то есть вы, потому что победитель. Да. По жизни. Вот такая схема. Это, собственно, от нас будет подарок. Общий призовой фонд АПРУВИДа вам будет нормально. Нормально, нормально будет, в общем. Да и вообще общий призовой фонд будет прикольный. Тема гивов хорошая, рабочая, нравится нам, должна скоро понравиться вам, потому что вы все больше и больше должны проникаться тем, что вам достаются такие интересные подарки. Да, да. То есть, собственно, все, что от вас требуется, это, как обычно, выполнить условия в аккаунте, который будет. Ну, скорее всего, это также будет подписка на спонсор. Да, это классическо, удобно. И, главное, не забывайте, у спонсоров во время нашего проведения, там, 10-12 дней, идут свои розыгрыши, подарки. То есть, это конкурс в конкурсе. Конкурс в конкурсе, да. Потому что многие там просто пишите комментарии, я рандомно останавливаю, и там кто-то выигрывает. Трешку, да, да. По-моему, это трешку реально. Я недавно пять тысяч разыграл, по пять победителей, по тысяче. Просто надо было отметить двух друзей, сутки шел конкурс. То есть, я на следующий день пришел, пустил прямой эфир, рандом выбрал, все, всем послал. Одному только было очень тяжело, с Казахстана. У него там киви, это надо заморочка такая. До сих пор ты пока не отправил? Сегодня утром. А, все, уже отправил? Он, я его попросил, я говорю, найди, пожалуйста, кого-нибудь в России, я кину ему бабки, да, как бы все. Вот он мне отписал, я ему скинул, говорит, это мой первый, где я выиграл, участвую. Ребят, для того, чтобы что-то случилось, надо что-то делать. И стартуем, самое главное, мы это ориентировочно в конце сентября. Конечно. Где-то после 20-го уже ушки должны быть на макушке. Ну и... Конечно, гиф тоже будет идти, как обычно, на дне 10. 10-12. Да, то есть, если вы там не успели на старт, неважно, вы можете, в принципе, и в 9-й день на всех подписаться. Ну, просто вы пропустите все призы и подарки от тех, кто вот там начал сразу же. Они же хотят, чтобы вы у них остались, чтобы вы познакомились. Поэтому, ребят, следите, оставайтесь, все будет круто. Да. Пока.